Вот почему. Я постоянно занимаюсь, но всё равно не играю на гитаре так, как хочу. Сегодня я поймал довольно специфическое вдохновение и записываю это видео не только для вас, друзья, но и для себя из будущего. Меня зовут Андрей Аксёнов, и вы на моём канале, посвящённом акустической гитаре и фингерстайлу. Ну-ка, ну-ка. Тут очередной молодой парень на ютубе играет как Томми Эммануэль. Посмотрим его био. Бла-бла-бла. Играю на гитаре три года. Да ты врёшь, парень. Мне уже 30, я 15 лет играю, и я так не играю. Как так-то? На меня периодически накатывает такое. И на самом деле дело здесь в банальном самообмане. Очень часто, когда мы садимся играть на гитаре, ум играет с нами злую шутку. Вместо того, чтобы от каждой минуты упражнения получать реальный опыт, он создаёт иллюзию опыта, иллюзию обучения и такой псевдо-опыт. Грубо говоря, если я сегодня просидел час с гитарой, неважно, что при этом происходило, я запомню это как эффективно проведённый час, что мои навыки приросли. Так происходит изо дня в день, год за годом, и спустя 5-10-20 лет я сижу и думаю, что я уже крутой гитарист. Увы, с игрой на гитаре никак с водительскими правами здесь стаж не капает. Очень глупо ждать, что через год или даже через 5 лет вы начнёте играть на гитаре лучше те вещи, которые вы не отрабатывали всё это время. У меня такое, например, было с приёмом бумчик. Когда-то, когда я только начинал осваивать фингерстайл, я выучил несколько вещичек Томми Эммануэля, Джо Робинсона, поиграл их немного и с тех пор сложил в долгий ящик. Просто потому, что это был не самый интересный для меня формат. И по какой-то необъяснимой причине мой ум теперь, сейчас, сегодня считает, что я с тех пор начал играть эти вещи намного лучше. Хотя в лучшем случае я их просто изредка прогонял на публике, не отрабатывая какие-то сложные моменты, переходы. Так вот, это совершенно не так. Напряжение из рук не вычистил долгой работой. И, само собой, руки будут зажиматься во время игры. И суть здесь в том, что если вы видите, как кто-то делает с гитарой что-то, что вы пытаетесь делать, и у вас не получается, или получается оно так себе, это значит только то, что этот человек провёл с гитарой, отрабатывая эти конкретные движения в разы больше времени, чем вы. И да, всё, абсолютно всё дело в таланте. Причина всему – талант. Только что такое талант? Это как раз способность уделять всё ваше время одному выбранному делу. Желать только этого дела. Выбирать не улётную вечеринку, просмотр классного фильма или прогулку с красоткой, а то самое дело. Ваше дело. Ну и спрашивается, что, собственно, делать-то нам всем. Да просто быть честными с собой. Нужно очень трезво отдавать себе отчёт в том, что люди, на которых вы в чём-то равняетесь, ничем не лучше вас. Просто они уже потратили намного больше времени, занимаясь этим самым делом. И ваша задача – начать по-настоящему и эффективно инвестировать ваше время в гитаризм, если именно это ваша цель. Эффективно, значит, с максимально доступным для вас КПД. Если, например, вы сидите и занимаетесь час, при этом из них 10 минут играете упражнения, а 50 минут сидите в соцсетях, то сами понимаете. Или можно играть и смотреть параллельно фильм, при этом не обращать внимания на то, что уже полфильма вы делаете упражнения с зажатыми руками. Просто потому, что вы не обращаете на это внимания, ваше внимание в экране. А можно наоборот, максимально погрузиться в процесс занятий, осознавая все мышцы, все движения ваших рук, сделать это своим ритуалом. Также нужно очень точно определить то, что вы прямо сейчас уже умеете и чего вы прямо сейчас не умеете. При этом недооценивать себя – это ошибка ничем не лучше, чем переоценивать. И когда вы вот так вот трезво посмотрите на себя, вы очень ясно увидите, над чем именно вам сейчас стоит работать. Возможно, вы когда-то недоиграли совсем базовые упражнения, вам нужно играть их. Возможно, нужно работать над изучением грифа, над сольфеджио, над знанием гармонии, над композиционным мышлением, да, над чем угодно. И самое главное здесь – не прыгать выше головы. Лучше строить башню с крепким, широким и надежным фундаментом, которое, пускай медленнее, но постоянно и непрерывно будет становиться выше год за годом, чем по-быстрому из навоза и палок слепить какую-то непонятную конструкцию, которая будет высокой, но будет очень шататься на ветру. Когда-то я читал книгу Филиппа Судо «Дзен и искусство игры на гитаре». Очень толковая книга, и одна из мыслей здесь – каждый раз, когда вы садитесь заниматься, сколько бы опыта у вас ни было, как будто надеваете белый пояс. Белый пояс – это символ начального уровня подготовки в карате, когда человек только пришел заниматься, и он же символ открытого сознания новичка. Когда вы воспринимаете всю информацию как будто в первый раз, даже если вы до этого ее уже очень много раз слышали. Если эта информация все еще продолжает из раза в раз появляться в вашей жизни, я думаю, это намек на то, что вы все-таки что-то там не расслышали. В общем, мой совет себе и вам – работайте на своем уровне. Делайте именно то, что нужно именно вам на вашем этапе развития. Делайте это каждый день, поддерживайте свою мотивацию любыми доступными вам способами. Мотивация здесь превыше всего. Лучше выучить больше техник и произведений, например, штук 10, которые вам уже сегодня реально по силам, тем самым создав этот крепкий фундамент, чем выбрать одну очень сложную композицию и затупиться с ней на полгода. И если вы будете действовать таким образом, через год вам покажется, что ничего особенного не произошло. Все ушло своим чередом, а вот люди со стороны заметят разницу. Сегодня у меня не было гитары в руках, но я все равно постарался сделать это видео полезным и вдохновляющим. Надеюсь, у меня это хотя бы немножко получилось, и если это так, то подпишитесь на этот канал и поделитесь своими мыслями в комментариях. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok